приветствую всех чеканутых и долбанутых на теме влажного классического бритья таких же как и я братцы здравствуйте сегодня у нас на обзоре помазок симок или симош по-разному называют португалия кабан 22 миллиметра вот так вот он выглядит вот набивка сразу отправляем его купаться дальше у нас идет на обзоре стик лотоха или лотоя лотоя как раз все по-разному называет его вот такой вот стик кому интересно кто еще не знаком с ним посмотрите отогнулась немножко сделаем красиво обязательно вот так вот он выглядит и снимается вот пожалуйста спа пенсии покажем вот так вот 50 грамм так идем далее лотоху лотою убираем станок сегодня у нас по голосовалке выиграл айкон 102 сланд то есть это номером два идет у нас первый был виндроуз тоже сланд сейчас айкон 102 сланд но это не родная ручка братцы посмотрите это ручка от магарт я заказывал о чем гласит вот такой вот кленовый лист ты мне среди зимы приснись что хочу сказать сразу очень удобно кто любит братцы бриться на мизинцы ставит вот так вот очень большая площадка удобно и вот так вот ставится на полку у кого есть прям спокойно как раз печатали и все вот я вам сейчас по стуку покажу все вот он стоит просто здесь на ладу на ладонь не получится ну вот что хочу сказать про этот станок здесь если сравнивать с айконом x3 вот он вот посмотрите здесь наклонная голова видите вот если сейчас вот если здесь ровно идет от ручки посмотрите да вот ручка то на сто втором айконе она ведь как немножечко вот так вот кивает в сторону вот так вот чуть-чуть голова здесь гораздо тяжелее чем у x3 ручку я специально заказал именно такую потому что ну родная мне не то чтобы не очень понравилось ну такие у меня похожие есть это тебя и айконы и они очень как бы похожи друг с другом я захотел вот такую вот такого козябрика заказать очень удобно и если ее например вот таким хватом брать видите то есть я вот под мизинец беру да например и вот так кто любит бриться вот совсем вот так вот я тоже замечал такие товарищи вот так вот бреются тут тоже здесь вот есть за что схватиться вот она эта кубышка обод от бочки вот так хватаетесь и все и она никуда цепкая приятная красивая тяжелая нержавеющая ну это ладно уже много наверное стало быть лезвиями я думал думал и решил персону израиль не путать с персоной сша у них тоже есть персона персона медицинская ну вот такой вот я решил почему именно персона я сначала хотел взять физер но так как физер он считается ну вот эталоном остроты а значит персона она тоже считается очень острое лезвие но она идет мягкой если там более агрессия такая то есть то острота плюс мягкость плюс бархатность плюс изящество бритья ну если можно так фигурального выразиться поэтому я решил с мягким станком использовать персону ну и авто шейф автор шейф у нас клаван вот такой пробник хотя его пробником не назовешь здесь 50 миллилитров вот такая вот довольно таки приятная бутылка называется клаван маск лосьон был сделан в честь элона маска по его личной просьбе по его личному заказу элон маск элон маск джентльмен настоящий настоящий джентльмен элон макс макс переводится название этого лосьона так но вроде про все рассказал помазок у нас покупался вот что у нас получилось вот у нас что получилось с ним и идем далее так но стик братцы я вот я не знаю я конечно попробую не люблю я вот эти стекла ты возюкаешь возюкаешь не знаешь много мало потом еще добавляешь воду макаешь постоянно и вот постоянно туда можно конечно лицо мочить но как-то вроде воду макаешь и на ну хотя чего я парюсь давайте-ка мы с вами наберем на помазок подальше отойдут сейчас у меня все полетит сейчас так видно видно вот так сейчас мы с вами в рапину браться иначе она летит в разные стороны боюсь заляпать камеру и будет у нас очень ухты и краны бабай вот я честно говорю правда не люблю вот это возюкаешь возюкаешь по щетине возюкаешь ну его нафиг я вот даже думал надо его наверное умять в какую-нибудь банку а банки мы знаем где достать правильно идем фикс прайс и покупаем что там 12 рублей с копейками банка с резьбой закручивающиеся и в общем то вот набираем и в общем то никаких проблем нет для хранения переплавленных или перемятых стиков для мягких мы для твердых единственное что вот неудобно это очень твердый стик то есть его размер так вот чтобы руками или об стол вот так куда на добив телом не совсем получится я думаю можно водяной бане его переплавить только браться не в микроволновке потому что есть такие такое поверье что в микроволновке здорово переплавлять стики или там твердый мыл тебе куда-то надо ваш покорный слуга пробовал надо там вообще на по моему на пять секунд ставить у меня там получилось такая и потом я думаю что можно таким способом испортить если передержать мыло или стик в общем то практически одно и то же так и перейдем к мы браться с вами в чашу ну его нафиг давайте по старинке то эти вот стики может быть конечно вот в такой чашу будем сбивать может быть конечно когда travel вариант это очень даже нормально ну чтобы не заморачиваться ни с какой емкостью это да ну когда дома я я говорю по себе я люблю вот навести в чатах навести в чаши моя супер барберская чаша кто узнает она уже один раз фигуре фигурировала на обзоре и вот сейчас 22 миллиметра но выглядит он браться как все 24 а то может быть даже чуть больше посмотрите сами сейчас я перейду на лицо и будет понятно 22 миллиметра даже не скажешь он меня есть 2424 но меньше кажется за моей спиной если видно он там наверху не знаю видно не видно такой барберский помазок от яки вот что мы имеем в чаше вот что у нас на помазке посмотрим воды надо не надо ладно попробуем так то время всегда время еще раз смотрим еще раз смотрим ручка ну довольно таки удобная то есть но мне бы вот он чуть подлиннее она все-таки немножко для меня коротковат для кого-то вполне возможно будет самый то мне вот как-то немножечко не хватает ну да ладно да немного вот так вот сделает уже здесь подсохла а чтоб не подсыхал что надо сделать правильно текс это что у нас а это у нас братцы волос ну не знаю как вот тут можно по-разному относиться кабанам там барсукам я вот братцы я за синтетику массаж вот кто это придумал массаж и трудный ну сами посудите то есть вы умыли вот я уже говорил да на одном из обзорах умыли лицо с мылом да то есть вас уже щиты щетина распарилась потом вы сделали компресс еще лучше стало все размягчилась а потом вы еще берете кабана и это на массаж нужен какой-то массаж зачем он нужен то ведь волоски вот так поднимутся как они поднимутся то есть у вас вот так вот росли волосы а потом будут вот так останется только сбрить да но это новости братцы это попахивает мягко выражаясь маркетинговым ходом никаких там приподнимания а вот еще рекламу братцы видел рекламу значит мужчина намыливает лицо по моском из кабана а потом такой крупный план как будто вот знаете как под микроскопом и волосы вот так начинает вставать как небоскребы ну тут уж кому что с пришелами тоже начинать ладно поехали пока все нормально снимает как обычно не как трактор не как коса ну обычно вот не больше не меньше а вот что я не сказал про этот станок если вайконе x3 мы достигаем эффект гильотины за счет скручивания лезвия то в этом станке скручивание не происходит а происходит эффект гильотины за счет диагональных плит то есть диагональной постановки плит и плюс наклонная головить она так все время кивает вот сюда вот и так прямо ставить вот это отличие ну скажем так обычных слантов необычных слантов так по стику стик пока нормально все сергей алексеевич пена не сухая это кажется так через камеру видно брат собаки я не выравниваю и не укорачиваю они мне нужны профессион дефла как говорят французы если я сейчас спилю баки за грим цеха мне спилить голову так что рисковать не надо станок очень часто комфортен очень мягок но из-за того что лезвия довольно таки острые бритье происходит в спокойной дружеской атмосфере но с присутствием характера лезвия просто так это ну нет конечно не то что не расслабишься расслабиться можно из р-41 при определенных обстоятельствах ну здесь честно говоря братцы я даже не знаю как пока с ним работать то есть с одной стороны он говорит надави на меня я буду брить чище а с другой стороны я начинаю чуть-чуть давить средне скажем и тут начинается совершенно другое кино начинается такое а сейчас я тебя могу и укусить причем укусить так до пореза подсыхает мыло надо было чуть-чуть воды сейчас мы с вами добавим воды здесь уже подсыхает так по первому проходу нет ну как обычно я всегда вот знаете братцы я не хочу забегать вперед потому что все ой первый проход ой там сняло ой смело фигня полная ну просто чуть больше чуть меньше все равно после первого прохода остается щетина и щетина прилично да так ее не видно ну или почти не видно а вот так ее слышно ногтем проверяем или проверяем вот так вот все слышите скрипа нет а шелест есть если надо у кого сверх раздражимая кожа и сверх чувствительные которые вот чуть в обратку и все и там начинается до расцвела буйным цветом малина разухая разная тварь тогда просто в один проход и возможно вот такими вот немножечко вот косыми подбить и все чтобы не было потому что я знаю многие говорят ой как только вот здесь особенно вот этих местах вот здесь начинает и все и там такой малинник что добавим воды немного на помазок и еще раз поработаем сейчас хотя чего воды сейчас мы просто возьмем даже нормально ли вонем чтобы была жидкая пена учет начинает подсыхать пена братцы латуха она желатая пахнет на мой взгляд в общем ну такого особого ничего примечательного нет пахнет вкусным мылом вот как пахнут ну скажем довольно таки дорогие мыло там в сейвер какие там еще вот есть такие приятный запах приятный мыльный запах не барбершоп не сладковатый такой нет вот просто запах хорошего мало вкусного он другое дело уже пожили что это такое-то братцы опа и еще один еще тут и еще один кто не видел чуть такое вообще происходит ну а вот еще видите пена все время слезает сюда хотя это не барсук кабан ну я не знаю вот я вот не в восторге такого помазка потому что ну я думаю что не даже без потому что просто и вот ручка более-менее нормальная можно взять и за ручки выиграть узел и будет вам счастье кому нравятся такие ручки вы смотрите по пене вообще лотоха вот это лото и она считается бюджетная но очень хорошее мыло крем стик вот они выпускают да все считается очень классным я вот тоже думаю где-то там по 3 евро стоит стики я имею ввиду там значит эти крема которые в них идут поступить или по 200 даже миллилитров сейчас уж не помню погуглите 150 или 200 у них сразу том что-то 4 по моему или 4 чем-то евро но это у них у нас это конечно все дороже в испании вот такие цены ну что говорить в испании флойд стоит 499 мы будем считать 5 смотреть очень вот за что мне нравится от лотоха она понимаете она вот идет пластами ложится мне такого момента когда знаете вот легкая пена у как от которого так вот дуни улетая там можно стополимым пухом у вас сладкой ватой он вот вот он плотный он плотный прилегает объемный но не пытаются у вас лица удрать куда-то вот это мне нравится что такое еще один ну помазок мягко выражаясь на мой взгляд так себе фанатов даже вот даже не приставайте ко мне это я свое мнение высказываю я бы не стал такой вот или что-то похожее заказывать ну да ладно обратное x уже лучше гораздо а кстати вот я начинаю понимать брат станок ну не совсем потому что это первый раз в первый класс опять приходится бриться когда чтобы в ноль было браться надо вот от верхней плиты то есть угол приличный ставить то есть ну опять скажут не так вот так если оба обратно идем да уже забегая вперед могу сказать что с лезвием персона напоминаю это израильская одни американская вот этот станок будет работать да уже практически чисто уже практически чисто и довольно таки комфортно пена скользит отлично вот я смотрите возьмем уже там где нету молодец как без этого как без этого а это только по штанг у нас настолько и стоит что ни разу никогда не майку не заляпает не извозюкается ни уши в пене не будут как поросята меня устраивает братцы устраивают и очень даже хорошо устраивает и сейчас не спрашивайте меня сколько там балл бы я поставил станку как как он мне понравился не понравился пока все идет отлично но опять я говорю это первое прочтение надо пользоваться другими лезвиями ручка замечательного что про ручку могу сказать ну настолько она удобно несмотря вот посмотрите что что здесь вот есть такие вот глуши прогалы они они нисколько не мешают а наоборот даже более цепляются потому что вот здесь у вас оп да на фалангу ложится а здесь прилегает если вы берете так она вот здесь между пальцев получается глушок а вот это очень такие цепки не рашпильные но цепки цепки и приятные вот так попробуем сразу без косых в обратную ну как вообще без проблем нигде не дергает лезвие в щетине не вязнет не тормозит не прыгает все спокойно справляется поднос залезает этот сланд великолепно даже вот на первом проходе а на втором на обратный несмотря опять таки на массивную голову довольно таки высокие плиты скажем толстые все отлично вот посмотрите поближе даже вон на зря можно при желании залезть как паша танк эти опасные бритвы любят так вот прокрутить носу ну чтоб там волосы убрались в ушах а кстати насчет ушей тут у нас был разговор недавно сергеем алексеевичем из мурманска он же отец дед умрет ром вот и а мы про запахи говорили он готов так рассказываешь вкусно все там он будет а как-то запахи чуешь ты же будет куришь и у тебя должен быть притупленные обоняние притупленные я бы ты знаешь ты прав но в основном у курящих людей ну немножечко так обоняние оси за вкусовые эти немножечко так рецепторы подгажены скажем так но не до такой степени он будет и что у тебя нет никакого выхода я говорю есть и мне подсказали эти точнее даже не подсказали турецкие барберы а не был в турецком барбершопе ну кто смотрел видео у три видео из посмотрите кто не видел из турецких барбершопов и что я заметил они берут значит сейчас я возьму эту зубную щетку они берут что-то вроде спицы или такой вот ну как китайские палочки длинными него какую-то такую штуковину обматывают ваткой поджигает макают спиртовой лосьон поджигают и вот таким образом сейчас покажу вот таким вот вот таким образом они удаляют мелкие волосы вот здесь у кого растет вот кто постарше знает вот здесь вот здесь начинает немножечко такой типа пуха и они делают вот такими движениями так раз два три четыре пять и вот так рукой делают ну чтобы и тогда не больно ничего не получается тебя как бы огнем то вот это делают а ты не чувствуешь что тебя обжигает при этом удаляются волоски я расходил два я чувствую что у меня я начинаю зашли куда-то этот в парфюмерный парфюмерный магазин обычно я на пятом максимум запахи все у меня выключается мне надо нюхать кофе вот этот вот это вот палочка вот которые с огнем она как раз действует как этот самый кофе когда вас притупляется уже обоняние и вы уже два три-четыре запаха понюхали уже все запахи становятся одинаковыми вот она как раз действует так вот как тот кофе понюхали по новой пошли я заметил что ну часа на два на три обоняние настолько становится четким или как сказать острым мостом это зрение да ну будем так считать остром обоняние что вы можете учуять как сосед жарить яичницу на восьмом этаже оживете в на 3 вот такая штука только ну не так часто то есть например 20 суда вот так вот зажгли да я делаю зажигалкой могли значит показывать нет у меня просто длинные волосы сейчас уже отросли я прикрываю волосы вот так вот рукой и делаю вот такие вот движения и волосы подпаливать есть они там есть и вот ну у кого короткие волосы это мне сейчас надо прикрывать вот упаж танк например у него вообще там бобрик это короткий ему можно не прикрывать прямо вот так куда вот ну я просто ленюсь это надо заморачиваться это надо брать какую-то палочку фигалочку ватку в спирт или там в лосьон содержащий высокосвязание спирта которыми вот но такая вот ерундятина вот мы на том сергей алексеевич мы порешили он сказал спасибо и надо попробовать я бы попробую но у меня так работает как у кого срабатывать только не подпалите волос у кого подлиннее раз это зажигалкой все делаем вот так и потом только уже тыкаем ладно все братцы практически в ноль почти в ноль а сейчас секундочку посмотрим а я так не вижу здесь а уже пора заканчивать уже пора заканчивать я полностью не буду потому что практически здесь в ноль здесь уже скрипит лезвие отлично сработал мне же еще автошейф надо озвучить сейчас браться секундочку подбреемся и помазок меня не впечатлил ну вообще можно конечно и кто любит вот такие мне как-то вот совсем лезть начал волос вылезать чуть-чуть подмажем ну да тут уже осталось вот самый западу знаете у кого я вот не знаю кого как ну приблизительно проще всех вот здесь сюда вот эти западлянские когда в разные стороны растут страли видно и вот здесь но я для себя вывел так и такие места что если здесь то есть порезаться практически невозможно но во всяком случае моем восприятие понимания то есть я не знаю что надо сделать вот здесь чтобы вот порезать на этих местах а вот здесь я вам скажу такая штука есть сейчас будет я побрился я смотрю например видео вот здесь вот не вырывает вот сейчас прям как бы показать вот на этих местах вот буквально вот где начинается рот и вот здесь вот вот здесь вот прям для меня это вот самые западлянские потому что не то чтобы их трудно порабрить но понимаете риск каков каков да то есть вот они прямо я снимал на крупные селфи делал потом еще раз увеличивал вы будете смеяться вот такое ощущение что они волосы вот так вот растут вот прям изо рта но это фигурально конечно вот прям вот вот так и их вот здесь вот прямо то здесь конечно конечно не видно иди куда хочешь хоть по бабам хоть на работу хоть куда он вот они смотрите приходится практически вот в рот залезать вот у меня такие я думаю что у многих такие у нас у наших членов вкб вот так еще вот все вот теперь в ноль вот а вот здесь хотел было тонуть и показать ногтем что дескать ничего не шуршит уже а вот здесь шуршит вот видите вот уже скрипит но не шуршит ну в принципе меня порадовала порадовал станок помазок но вы знаете мои отношения плюс он еще чуть длинять посреди последнее время стал вообще из рук он выходящий сколько два все мы все в общем-то браться и и контрольные контрольный здесь вот она слышите да вот они скульные эти под скульный вас поняли дачу мне хотел сказать и здесь вот они контрольные вот теперь а вот еще здесь в разные стороны растет не для начинающих говорю как меняем часто меняем направление так так бреем так потому что на одном миллиметре на одном там мы будем говорить условно сантиметре могут растить вырасти волосы вот так в разные стороны то есть надо и так пройти и так и так и возможно еще и вот так кто не знает кто знает уж так братцы умываемся и выметаемся сейчас мы автошир попробуем который в честь элона маска был выпущен недавно компанией американской американской компании был выпущен лосьон наносим сначала на руку немножко только совсем смотрите чтобы этой розовой жидкости у вас надолго не хватит спиртовой разумеется спирта хорошо обжигает пошли небольшие покраснения сейчас они уйдут так а вот это вот легко браться думал будут трудно описывать скажу так корица нет не корица черный перец гвоздика может быть где-то отголоски мелисы вот если вы просто пойдете по восточному рынку в разделе специи вот такая же ерунда как будто вы пришли такой вот не унисекс чисто мужской не дамский не унисекс вообще никакого намеку одни специи вот такие вот специи такие довольно таки кричащие лосьон ну посмотрите все вот практически уже все он впитался чуть-чуть залипает на я думаю что минут через три уйдет братцы брейтесь от души брейтесь для души и брейтесь с кайфом до новых встреч руководства ну Продолжение следует...